Шымкенте из 200 осужденных 18 пошли на рецидив. Это цифра за 2022 год. В основном вновь идут на преступления и возвращаются в колонию, не сумевшие сориентироваться в новой обстановке. Чтобы избежать возвращения в преступную жизнь, необходимо менять окружение и образ жизни, развиваться. При социализации освободившихся из мест лишения свободы, содействие оказывает служба пробации. Отдельная тема – это бытовое насилие. Сотрудники правоохранительных органов никаких шансов агрессору давать не рекомендуют и при малейшей угрозе советуют сразу вызывать полицию. Безнаказанность порождает вседозволенность, рукоприкладство переходит в привычку, отсюда уже более тяжкие последствия. Успех предупреждений семейно-бытовых преступлений во многом зависит от эффективности применяемых специальных мер профилактики, уверены в прокуратуре. Много пар, которые подвергаются давлению. Мы стараемся разъяснить всем права и защитить людей. Многие мирятся и понимают, что счастливая семья строится на принципах равенства обоих супругов, на взаимной ответственности в решении семейных вопросов. Поддержать и не навредить – это, пожалуй, самый основной принцип работы надзорного ведомства. Продиктована такая необходимость, безусловно, растущим количеством людей, которые не могут самостоятельно справиться с жизненными трудностями.